пока выпишу что такое преобразование фурии вот если функция у меня интегрируем это преобразование фурии функции f называется функция определяем следующим образом да здесь мы какой-то коэффициент дописали было такое да ну что уважаем коллеги я вас приветствую давайте начнем нашу лекцию мы остановились на том что определили преобразование фурии вот я напомнил преобразованием фурии интегрируемые функции на r называется функция определяемый следующим образом интеграл существует так как произведение от x на экспоненту по модулю совпадает с модулем f а значит интеграл этот существует это коллеги свойства до преобразования курея два свойства мы уже с вами выделили линейность как ведет себя преобразование курея от сдвига функции да и от гомотети было такое коллеги третье свойство на котором я остановился давать такую функция с крышечкой равномерно непрерывно на и ведет себя следующим образом стремится к нулю когда игрек стремится к плюс или минус бесконечности давайте докажем это свойство давайте докажем это свойство что для любых игрек и аж имеем что имеем давайте я подробно распишу то что хочу получить хочу оценить вот такой вот модуль можно сделать давайте с вами смотреть что здесь будет центик здесь у меня будет интегральчик сюда что идет f от x а дальше ну а дальше пойдет экспонента е в степени минус и на игрек плюс h так коллеги и еще под интеграл я запихну вот выражение для преобразования фурье f такое хочу общий множитель вытащить какой общий f от x на е в степени минус и игрек x правильно коллеги что останется в скобках е в степени минус и аж x минус 1 е в степени минус и игрек x д мю x коллеги посмотрите все ли понятно модуль конечно же модуль продолжаю разговор модуль интеграла не превосходит интеграл от модуля перебрасываю модуль сюда и напоминаю что модуль такой экспоненты по формуле или равен единицы значит что у меня есть у меня есть модуль f вот такой вот выражение коллеги давайте с вами посмотрим не буду здесь писать можно ли это под интегральное выражение оценить двумя модулями f наверное модуль сюда модуль сюда да коллеги всем видно скажите мне пожалуйста что я отсюда тогда получаю у меня под интегральная функция мажорируется сверху до оценивается интегрируемой функции теорема о непрерывности интеграла по параметру что тогда гарантирует что если я аж устремляю к нулю это все стремится к интегралу от того что здесь получится при стремлении к нулю аж согласны коллеги это теорема 1 в параграфе интегралы с параметром все вот я оценил там у нас обозначалась буковка фи вот если у нас есть такая равномерная оценка коллеги андрей все ли понятно да значит ну давайте с вами посмотрим что тогда я имею получается что это у меня все стремится куда стремится к нулю ну все значит у меня получается 0 ну запишу по теореме непрерывности интеграла с параметром хорошо следовательно следовательно у меня выполнено это это означает непрерывность функции f с крышечкой в точке у скажите мне пожалуйста откуда вытекает равномерная непрерывность равномерная непрерывность вытекает из того что вот эта оценка да последний интеграл не зависит от у я могу здесь получить меньше эпсалон оценку да независимо от того в какой я точке стартовал так коллеги это понятно давайте это запишем равномерная непрерывность следует из независимости последнего интеграла от у поздравляю ну давайте запишем замечание как мы с вами отметили мы с вами ответили что преобразование фурье такая функция но смотрит иногда по другому под преобразованием фурье подразумевают преобразование а именно функции f мы сопоставляем новую функцию так напишите под преобразованием фурье понимаю также преобразование ну давайте вот это у нас пространство непрерывных функций со свойством каким стремятся к нулю да на бесконечности итак преобразование такое такое хорошо коллеги давайте продолжим четвертое свойство как ведет себя преобразование фурье свертки итак я рассматриваю свертку функции f и g интегрируем рассматриваю преобразование в ходе ведет себя замечательным образом здесь с точностью до коэффициента коэффициент вот такой получаем произведение преобразование фурье доказательства для фиксированного y из r функция ну что мы там получим под знаком интеграл вот такую функцию она у нас интегрируема на r2 почему модуль она одновременно интегрируема с модулем навесил модуль модуль сюда модуль сюда модуль сюда это единица так а про интегрируемость такого произведения мы с вами поговорили когда обсуждали свертку да существование свертки итак при условии что у меня f и g интегрируемы на r вытекает что вот такая функция интегрируема на r2 при фиксированном тогда я могу применить теорему фубини ну поехали что я должен записать преобразование фурье свертки итак у меня есть интегральчик давайте я аккуратно да запишу y я зафиксировал давайте я такой вот коэффициент здесь запишу y и преобразование фурье рассмотрим так поехали это будет по определению интеграл вот интеграла свертка какого интеграла давайте с вами смотреть вот такого интеграла так так и внешний интеграл эта функция у меня от икса я домножаю и интегрирую по иксу коллеги записал по определению а теперь обещанное применение теоремы фубини меняя местами меняя местами порядок интегрирования получаю пусть у меня внешнее интегрирование ведется по t так хорошо а внутреннее интегрирование соответственно по x замечательно по x все что внутри не зависит от икса может быть вытащено наружу это же от t вытаскивая наружу так всем видно что остается остается x минус t на ну на вот эту вот вещь минус и y коллеги все видно здесь на x ну понятно что я хочу дальше сделать я хочу здесь получить нормальную перемену то есть сделать здесь замену еще x минус t на что-то новое так коллеги понятно поэтому давайте я сразу подгоню так пишу здесь дмю от x скобку закрыл g от t ну тогда я здесь что-то добавил что я здесь добавил я добавил е в степени и yt ну тогда должен отнять ну давайте перейду сюда делаю замену ну какую-нибудь буковкой x минус t через s обозначим так тогда здесь будет у меня f от s и в степени у нас коллеги ну надеюсь понятно что вот это у меня точность источность до с точностью до коэффициента это есть преобразование фурье функции f так коллеги так это у меня при фиксированном y число так значит я это число могу вытащить за знак интеграла понятно коллеги что я там запишу тогда чтобы уже через преобразование фурье сделать да должен дописать корень из 2p так отлично вынес остался интегральчик от g от t на e в степени минус и yt а это снова с точностью до коэффициента преобразования фурье g с точностью до коэффициента корень из 2p поэтому корень из 2p на корень из 2p получаем 2p так ну а здесь обещанное произведение давайте аккуратно запишу y хорошо двигаемся дальше я здесь один примерчик разберу давайте давайте с вами посчитаем преобразование фурье индикатора интервала минус 1 1 ну коллеги считаю функцию у меня интегрируем на r можно все это аккуратно давайте довести по определению получаем интегрируется здесь вне интервала 0 поэтому по интервальчику а что интегрируется единица значит получаем так коллеги продолжаем разговор давайте я один раз подробно напишу а дальше уже будем двигаться по формуле эйлера я здесь имею косинус минус и синус напишу уже dx потому что это все функции непрерывные интегрируется по отрезку минус 1 1 в смысле риммана интеграл либега совпадает с интегралом риммана ребята понятно почему я заменил так отлично в силу при фиксированном y не равном нулю эта функция какая нечетная идет в ноль интегральчик как интеграл от нечетной функции так коллеги остается интеграл посчитать такого вида считаю с точностью ну при чем тут с точностью интегрирую как по формуле Ньютона-Лебница что я получаю синус yx на y так здесь подставляю подставляю что x x равно минус 1 x равно 1 чего тут я забыл да корень x 2 да ну здесь можно сразу удвоить да от нуля до единички посчитать так как это четная функция я могу здесь вот так записать итак коллеги у меня получается вот такой вот ответ так 2 на π синус x на y единица да это все при y не равном нулю коллеги а что в нуле получается ну конечно же можно провести рассуждение по определению но можно сказать по свойству что у меня функция преобразования фурье обязана быть непрерывной функцией и значит чем нужно здесь доопределить в нуле вот этим вот коэффициентом правильно все итак пишу преобразование это у нас ради чего я рассматривать пример чтобы подчеркнуть одну вещь вещь такая ну напишите отметим что преобразование фурье этой функции не оказалось существует интеграл от синуса у на у по всей числовой прямой как интеграл либега нет почему потому что тогда бы у нас интегрировался модуль этой функции а со второго семестра известно что синус у на у не абсолютно интегрирован значит я пишу заметим что преобразование фурье не оказалось интегрируемой функции это объяснит почему я должен рассматривать в дальнейшем такое обобщение интеграла как интеграл в смысле главного значения ну поехали пока все здесь понятно коллеги следующие два свойства я сформулирую в виде теоремы в силу их особой важности и так и так и так и так и так теорема так у нас по моему теорем не было правильно коллеги в этом теорема теорема 1 преобразование фурье производной ну поехали пусть функция ф абсолютно непрерывно на любом подотрезке числовой прямой и функции ф штрих интегрируем интегрируем и тогда тогда определено преобразование фурье производной которая вычисляется вот по такому правилу ну что коллеги давайте докажем может пусть у меня x не отрицательно тогда коллеги для чего мы вводили абсолютную абсолютно непрерывные функции чем же они таким замечательным обладают класс в этом классе функций что у нас интеграл да сама функция восстанавливается по производной так работает формула ньютона лемница и так пишу тогда по формуле ньютона лемница для интеграла либега выполнено следующее ну восстановлю функцию f по производной коллеги все пока ясно это замечательно замечательно по условию f штрих интегрируемо на всей числовой прямой коллеги вот этот интеграл существует да при ну интеграл от нуля до плюс бесконечности существует так коллеги а значит существует предел при х стремящемся к бесконечности таких вот интегралов при х да при х стремящемся к бесконечности да что я могу отсюда сказать коллеги что тогда существует предел раз существует предел правой части при х стремящемся к плюс бесконечности существует предел левой части все по условию и значит существует конечный да конечный предел а его обозначим при х стремящемся к плюс бесконечности более того коллеги объясните что единственная возможная ситуация для а это ноль кто поможет кто поможет в противном случае что пусть у меня предел не ноль при х стремящемся к плюс бесконечности тогда на некотором луче какая будет оценка мы попадаем сколько угодно малую окрестность предела вот если у меня а положительное то я могу сказать что на некотором луче у меня выполнена вот такая вот оценка да пополам так есть такое дело если отрицательно давайте я здесь вот модуль в некоторой окрестности плюс бесконечности скажите мне пожалуйста ну у меня константа на бесконечном луче на луче неинтегрируемая функция но тогда им f неинтегрируемая функция что противоречит условию f интегрируемо коллеги это понятно ну пишем что противоречит интегрируемости f ну все коллеги мы с вами доказали что при выполнении условий существует предел функции f на на бесконечность равны нулю пишу аналогично ну замены x на минус x устанавливается что существует предел функции f при x стремящемся к минус бесконечности тоже равны нулю замечательно коллеги это не ну так заставляет меня логика до курса рассказывать с с конца ну а где же принципиальный момент ну вот что я хочу сделать давайте вот что вам нужно запомнить вам нужно запомнить так я хочу посчитать преобразование фурье производное что такое преобразование фурье интеграл интеграл от производной чего надо применить здесь будет стоять f штрих ну что хочется f штрих на g правильно интегрирование по частям так ну все вот это и надо запомнить а все остальное это вот то что нам потребуется здесь да по формуле интегрирования по частям имеем коллеги а могу я применить формулы интегрирования по частям да абсолютно непрерывные функции да для них мы с вами доказали да справедливость формулы интегрирования по частям лемма была во втором параграфе итак по формуле интегрирования по частям ну я записываю преобразование фурье производ так ну хорошо давайте я здесь коэффициент напишу здесь интеграл начальчик значит это у меня будет f на e в степени x так коллеги а минус ну а дальше что минус по формуле да коллеги коллеги помогайте f от x угу и вынесется вот отсюда да y минус b значит плюс y интегральчик от f от x и минус x итак внеинтегральный член почему равен нулю переходя к пределу при х стремящемся к плюс бесконечность при х стремящемся к плюс минус бесконечности да совершенно верно эта функция у меня ограниченная а это у меня бесконечно мало по доказанному ну вот для чего мне нужно это было преамбулу сделать показать что вот это вот этого слагаемого нет итак это идет в ноль в силу доказанного и я получаю с точностью до коэффициента до преобразования фории что и требовалось доказать так коллеги ну внимательный зритель слушатель заметит что мы с вами здесь хитро как-то обсудили про как дифференцируются экспоненты ну как вот доказать вот эту вот функцию формула что производная функции е в степени минус и у x есть минус и у е в степени дайте вспомню наше определение что мы должны записать отдельно продифференцировать вещественно мнимые части расписали экспоненту по формуле эйлера продифференцировали вещественную часть мнимую часть собрали получили то что надо не буду на этом останавливаться всем понятно что сделать хорошо все замечательно коллеги взгляните пожалуйста какой то замечательный факт у нас вышел с вами а вот мы взяли функцию f посчитали производную и рассмотрели преобразование фурье зеркало поставили вот отразилось образ здесь функции и производные связаны сложным образом а как же на уровне образов да преобразование фурье и преобразование исходной функции f штрих и f связаны домножением на у да с точностью алгебраическим образом то есть на уровне образов идет упрощение замечательно давайте мы это потом обсудим подробнее ну вот сейчас я одну еще теорему сформулирую и докажу а потом покажем как это работает так коллеги теорема 2 производные преобразования фурье пусть 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 f f, интегрируемая функция, и вот такая функция, x, u, сопоставляет. Давайте тут уберем, напишу. И вот такая функция, коэффициент не ваш. Тогда что? Тогда преобразование Фурье непрерывно дифференцируемо. Причем преобразование в производную имеет, которое вычисляется следующим образом. Давайте я через f здесь запишу, чтобы вы поняли. Итак, производное преобразование Фурье. Есть преобразование Фурье от вот такой функции. Существование у нас заложено по условию функции интегрируемой, значит, правая часть определена. Нужно показать, что она в точности есть производное преобразование Фурье, исходная функция. Давайте это докажем. Скажите мне, что я буду сейчас делать, если я хочу получить преобразование, производное преобразование Фурье? Я должен продифференцировать что? Интеграл, зависящий от параметра. Не применить ли нам теорему о дифференцировании интеграла по параметрам? А что там у нас? Это теорема 2, да, из параграфа соответствующих. Что там нужно? Нужно, чтобы функция у нас подинтегральная была дифференцируема по у при почти всех х. Будет она у нас дифференцируема по у? Ну да, вот считали мы тут производную. Вылазит минус у. Так, коллеги? Все, и то, что мы получили, должно быть, частная вот эта производная по параметру, должна быть интегрируема. Хорошо, давайте я это, я и запишу впрямую. И так, и так, и так, да. Для любого, да. y из r у меня... Ну, коллеги, как выглядит частная производная по параметру a? Это вот такая вот функция, да? Согласны? Будет ли она интегрируема на r? Она интегрируема одновременно с модулем, а модуль совпадает с чем? Ну вот. Так, по условию. И значит, да, выполнено-то, и значит, ну, интегрируема, да? Напишу. Интегрируема на r. Поэтому по теореме о дифференцировании интеграла по параметру имею следующее. Существует... Ну что, давайте... Производная. Так. Которая совпадает с чем? Подробнее напишу. Это есть... Ну что, коллеги, да? у нас и x f от x e в степени... Коллеги, все понятно? Все. Хорошо. Всем видно, что с точностью до коэффициента это как раз и есть другая запись вот этой. Хорошо. Кто мне скажет, почему у меня производная оказалась непрерывной на r? Ну, потому что свойство 3, да, преобразование в фурье, интегрируемые функции равномерно непрерывно, наверное, да? Ну, непрерывности есть. Ну, все. Заключаю. Что и требовалось доказать. Что и требовалось доказать. Коллеги, все здесь пока ясно. Хорошо. Я здесь забыл сделать вывод из... Следствие получить из теоремы 1. Ну, давайте получим следствие из теоремы 1. А пусть... Коллеги, я могу это по индукции продолжить дальше. Распространять. Коли у меня вот здесь будут выполняться условия. Итак, пусть у меня функция... Какая функция? n минус первая производная. f абсолютно непрерывно. Слишком заумно. А на практике что вам нужно? Какое достаточное условие абсолютной непрерывности? Непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируемо. Согласны? Такая функция заведомо будет абсолютно непрерывно. Давайте я тогда запишу. В частности f у нас первая так непрерывно и кусочно непрерывно дифференцируемо на любом под отрезки числовой прямой. И f f' и так далее n-ая производная интегрируемая. Тогда последовательно применяя теорему 1 что я получаю, коллеги? я получаю следующее, что у меня преобразование фурье n-ой производной функции f вычисляется по правилу. так, коллеги? Вроде ничего глубокого я здесь не сообщил. Зачем же я формулирую это утверждение? Чтобы мы посмотрели с вами с другой стороны на эту запись. Скажите мне, пожалуйста, по свойству преобразования фури, по свойству 3. Вот эта вещь у меня куда стремится? При y стремящемся к плюс или минус бесконечности? К нулю? Тогда что мы можем сказать про поведение на бесконечности самого преобразования фури? Совершенно верно. Вот ради этого я и записал здесь следствие. что мы здесь получаем? И в частности вот такая вот вещь. давайте скажем здесь ну словами проговорим что же мы получили. Чем глаже функция тем быстрее преобразование ее преобразование фури стремится на бесконечности. Так? И чем быстрее стремиться на бесконечности функция к нулю вы согласны что как раз здесь и подразумевается усиление сходимости к нулю на бесконечности? Так? То тем глаже будет преобразование фури коллеги пойдет? Все понятно? Хорошо. Сейчас мы пойдем отдохнем но прежде давайте я проиллюстрирую чтобы потом приготовить доску для второй части. Давайте применим теорему простой ситуации и посмотрим как это работает в народном хозяйстве. Недаром некоторые авторитетные математики считают что преобразование фурье это одно из главных а некоторые считают и главные достижения математики со времен Ньютона Лебница ну по крайней мере в анализе. Итак коллеги я предлагаю рассмотреть пример функции вот такой посчитать ее преобразование фурье посчитаем преобразование фурье всем видно что эта функция интегрируемая все замечательно каким свойством она обладает она обладает следующим свойством ее производная выражается ну помогите минус х f от х то есть экспонента в степени минус х квадрат пополам является решением вот такого дифура давайте здесь поставим зеркало и отразим это все скажите мне пожалуйста преобразование фурье производной куда же это все перейдет это перейдет вот сюда если выполнены условия теоремы а что там в теореме нужно что если эта функция хорошая хорошая ли эта функция очень да все значит я могу поставил зеркало это все отразилось вот так коллеги это теорема 1 правильно поставил зеркало сюда что здесь получаем получаем ну вроде бы вот на это похоже так что тут не хватает мне вот такого коэффициента ну как его здесь получить ну давайте напишем да его коэффициент и чего тут еще вот так да надо написать согласны тогда я ставлю зеркало сюда и это перейдет коллеги множители коллеги это все понятно давайте вот по теореме 1 и теореме 2 да итак где же у меня образ теперь живет да ну это преобразование фурье удовлетворяет какому дифору вот такому да запишу какому же он удовлетворяет минус да минус у ребят все понятно ну давайте чего тут ну как вам всем видно что это уравнение с разделяющимися переменными разделим проинтегрируем что же получим да получим вот такую вот функцию так выглядит общее решение для этого дифора надо найти константу ну найдем надо какой-нибудь у умное подставить ничего лучше нуля не придумаешь так ну давайте с вами смотреть преобразование фурье от нуля что там будет выгодить как выглядеть вот функции это у нас вот такая вот вещь 1 на корень из 2пи интегральчик по r от e в степени минус x квадрат пополам ну все экспонента единицу даст я 0 подставил Саша видно здесь должен написать e в степени минус и y x который при нуле даст единицу и так у меня здесь мю от x ну давайте я уже x напишу интеграл не собственный давайте грамотно напишу так-то вот так как не собственный интеграл а мы такое вычисляли так ну что чтобы совсем было понятно я сюда поделю на корень из 2 и чтобы не изменилось да множе на корень из 2 сделаю замену u равно x на корень из 2 тогда что я получу здесь я получаю 1 на корень из π а здесь вот такой вот интеграл ой ну это у нас корень из π ну значит 1 на корень из π на корень из π единица значит при подстановке нуля сюда получаю единицу но должен получить это же для всех у вверх и здесь подставляю 0 сюда получаю с коллеги ну что мы получили получили с вами замечательный факт что у меня вот такая экспонента является неподвижной точкой неподвижной функции преобразования фурии преобразования фурии оставляет ее на месте коллеги все ли здесь было понятно замечательно в следующий раз мы воспользуемся это чтобы доказать одну теорему давайте сделаем перерыв коллеги давайте продолжим первый пункт мы параграфа завершили преобразование фурии переходим к следующему параграмм сделаю преамбу вступление вступление следующее у нас чем является преобразование фурии по сути по отношению к рядам фурии аналогом коэффициентов но тогда должен быть аналог суммы ряда фурии давайте это получим интеграл фурии второй пункт определение мне потребуется следующее определение пусть у меня функция f интегрируема на любом подотрезке числовой прямой ребят говорят локально интегрируемая функция локально интегрируемая функция тогда можно определить интеграл в смысле главного значения vp интеграл что это такое это предел если он существует вот таких вот симметричных интегралов интеграл в смысле главного значения v value значения pp principal главная значения итак интеграл f в смысле главного значения ребят здесь vp пишу как в задачнике как в большинство фистеховских учебников ну на французский манер а сейчас в англоязычном мире наоборот ставят pv ну неважно так интеграл в смысле главного значения давайте с вами обсудим замечание если если функция интегрируема на всей числовой прямой то интеграл в смысле главного значения совпадает с обычным интегралом Андрей сделаем ссылку по потеряме Лебегова мажорированной исходимости обратное неверно в каком смысле существуют функции для которых интеграл в смысле главного значения определен но они не являются интегрируемы на r давайте покажем на примере да да ну вот однако напишите однако интеграл в смысле главного значения может существовать и для некоторых классов не интегрируемых на r функции пример ну наверное самый простой класс следующий да скажите мне пожалуйста ну давайте возьму например функцию арктангенс она как непрерывная функция на любом отрезке интегрируема по риму она значит по любегу так давайте давайте посмотрим существует ли предел вот таких вот интеграл эта функция у нас нечетная но тогда у меня интеграл от минус у до у от функции f равен нулю для любого положительного у так то есть интеграл в смысле главного значения для артангенса определен равен нулю однако функция f не является так значит следовательно интеграл в смысле главного значения равен нулю однако функция f неинтегрируема на всей числовой прямой так как в окрестности бесконечности ну у меня существует предел да при стремящемся плюс бесконечности равный pi пополам ну в окрестности бесконечности на луче у меня скажем артанген больше единицы и значит не интегрируем все понятно коллеги все замечательно высохла доска и я могу теперь важные понятия ввести здесь итак определение пусть у меня функция f интегрируема и x фурие функции f называется так коллеги ну что определяем это понятие буду обозначать так же как обозначал ряд фурия ну опять коэффициент коэффициент возьму вот такой здесь у меня интегральчик интегральчик такого вида ребят вы помните как у нас было устроено для рядов сумма так ну помогите nx так ну вы понимаете что я пытаюсь что-то аналогичное ввести вот у меня преобразование фурия вот это как раз от минус бесконечности до плюс бесконечности все хорошо давайте это перепишем по-другому можно это записать вот так 1 на 2п предел при устремящемся к плюс бесконечности бесконечности здесь от нуля до у f y давайте я вот так уже запишу коллеги можно так записать хорошо значит разбил на 2 сделал замену коллеги это понятно а теперь в смысле данного определения что у меня получается интеграл в смысле главного значения вот вот такой функции ну поздравляю коллеги отреагируйте понятно преобразование хорошо ну что давайте сделаем замечание можете это даже не писать коллеги у нас было для рядов вещественная форма да и комплексная форма как здесь будет выглядеть вещественная форма интеграла фурье давайте с вами проговорим ну что я распишу преобразование фурье по определению просто посмотрите проследите по определению преобразования фурье у меня получается следующее интеграл курье это это у нас 1 на корень из 2 пи интегральчик здесь здесь ну верхнюю перепишу вещь ну поехали здесь у меня будет интеграл так коэффициент сразу вынесу здесь у меня интегральчик по р от чего ф от т на е в степени коллеги ну помогите отчетов нужно написать вот у меня такой множитель был и добавляется е в степени минус и tx так t y по y все хорошо и это будет у нас и y x минус t это d мю от t я вот сюда коллеги расписал аналогичный интеграл такого значит давайте я скобочку тут возьму плюс ну ладно плюс интеграл f от t е в степени минус i y x минус t d мю от t скобку закрыл и интегрирование по y d мю от y ну вот минус y идет ну вот сейчас вроде правильно если я сделаю замену так сделаем подробно ну давайте коллеги как здесь расписать преобразование фурии от минус y как будет выглядеть f от t на е в степени вот и y t да и еще вот это ну вроде все я правильно записал правильно записал коллеги вот все здесь ясно ну давайте с вами посмотрим если я под один интегралчик запишу то у меня будет стоять здесь экспонента плюс экспонента с минус показателем так я напишу еще пополам что-то это знакомое по формуле Элера е в степени и альфа плюс е в степени минус и альфа пополам это косинус альфа так значит я записываю по формуле Элера вот двойку записал интегралчик сюда здесь у меня будет ур f от t косинус y x минус t d от t и d мю от y ну и давайте поскольку поскольку у меня косинус y от x минус t ну по формуле тригонометрия косинус альфа минус косинус бета вот это у нас будет косинус так на косинус yt плюс синус yx на синус yt Андрей правильно записал то что мы имеем интеграл фурье может быть записан как интеграл от нуля до бесконечности если я вот эту функцию от y обозначу давайте я сейчас покажу какую функцию обозначу то у меня что будет здесь вот так на вот такой вот агрегат да то есть это объединю а это останется yx плюс b вот y это я f объединю а это вынесу вот это все интегрируется по y где ну давайте с вами смотреть где от y это что не забыть коэффициент 1 на п интеграл по r от f от t на косинус y t d мю от t вот вам аналог коэффициентов а n согласитесь полная аналогия так и b от y 1 на п здесь r f от t синус y t d мю от t все ну вот показал проиллюстрировал что есть вещественный аналог записи этой формы продолжу коллеги ну давайте наше изыскание я оформлю в виде леммы бай-бай-бай не успеваю оформить в виде леммы да давайте лему тогда в следующий раз а теперь без леммы половину леммы скажем обсудим так ну что ребята влезем в драку попытаемся попреобразовывать может все дельное выйдет вспомним что мы с вами рассматривали когда раз так по-другому скажу какая основная теорема была из рядов фурье у нас если функция 2п периодическая достаточно хорошая то ряд фурье сходится к этой функции как вы думаете какая цель у меня здесь да совершенно верно если функция достаточно хорошая то интеграл фурье совпадает с f согласитесь вот это нужно получить как мы будем рассуждать а как мы рассуждали для рядов фурье мы рассматривали сходимость ряда частичные суммы и исследовали сходимость вслед за дирехле мы записали удобным образом да как свертку с ядром дирехле давайте здесь свернем тоже итак поехали давайте запишем запишем да определим 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 частичные интегралы частичные интегралы это ну вот как раз вот они у нас стоят так я коэффициент здесь да коэффициент написал 1 на корень из двух пи интегралчик у до у преобразования урие е в степени и у x d мю от у так по определению да расписывая расписывая f с крышечкой по определению получим получим следующее частичный интеграл равен 1 на корень из двух пи так о леге что я здесь имею имею следующее интегральчик интегральчик вынес коэффициент изменился здесь у меня будет f от t е в степени минус и y t d мю от t так коллеги на е в степени и y x d мю от y вот коллеги ребят все ли понятно здесь записано давайте я сейчас одну вещь здесь закончу буквально строчку я хочу переставить порядок интегрирования что мне нужно здесь с вами сделать две переменные так y и t вот такая вот функция какая функция f от t на е в степени и y x минус t так вроде правильно записал будет ли она интегрируема на полосе напишу интегрируема на по t у нас давайте по y у нас на r а здесь по t от минус u до o будет вот эта функция интегрируема модуль навесил навесил это идет в единицу значит у меня модуль это интегрируемая функция интегрируемая здесь интегрируемая функция тогда по теореме фубини поэтому по теореме фубини можно поменять порядок интегрирования сейчас коллеги потерпите так значит есть у меня такой вот множитель есть у меня интеграл по r здесь у меня f от t на e в степени на e в степени вот такой вот функции x минус t d d m y так ну и куда-нибудь мне надо написать интеграл здесь ну давайте я напишу здесь интеграл так внешним образом по u u так так я пока ничего не переставил да а хочу переставить значит у меня что здесь будет коллеги вот так да мюад ух сейчас по r надо да так уже не хочу задерживать но хоть что-то разумное давайте запишем внешне было интегрирование по так да давайте я аккуратно запишу здесь будет что ребят все что от t выношу остается вот такой вот интегральчик интегральчик e в степени и y x минус t d d мю от y а здесь d вот так да мю от t я я переставил порядок интегрирования все ладно коллеги у вас здесь ладно давайте в следующий раз тогда продолжим я пару слов скажу надеюсь понятно что здесь будет я проинтегрирую да эту функцию и как-нибудь мы перепишем в другом виде ну давайте не буду задерживать тогда все спасибо в следующий раз продолжим спасибо спасибо